Сегодня у нас 7 июня 2018 года. Вон там вот вдалеке матушка пошла, отца Иакима матушка Людмила. Вот Нестор несет рассаду. Пошел на встречу и помог сейчас принести. Она сказала куда нести? Сказала куда нести? Скрипит, смазать надо. И дальше посмотрим. Тут мы с Нестором перекрываем теплицу. Сбоков. Сверху один накрыли, еще нам будет сверху один накрывать. Все, пошли. Много работы. Вот эту всю траву надо скашивать, потому что это домики комаров. Тут просто миллиарды. Не говорю сколько их во всем земном шаре. Вот у нас Надежда Васильевна пришла, помогает. Что-то они тут садят. Сейчас посмотрим, что же они тут садят. Пришел фоторепортер. Надежда Васильевна. Что такое, да? Ну все время снимаю. Ну что такое-то, а? Ну что такое? Вот именно, что такое? Будь скромницей. Так, что же вы садите? Смотри, какой участок мне отдали. Какие-то деревянные. Не говорите, Надежда Васильевна. Надежда Васильевна, а что вы решили тут посадить? Ну вот там от арбуза, здесь вот сейчас лук этот рассадим, грядочку делаем. А сейчас грядку сделаем, лук посадим, а там мы от арбуза убираем. А вам матушка подходит, как раз сейчас она подойдет. Ну да, она мягкая. Наконец-то. Я звонила, звонила, она не отвечает. Да, я тоже ей звонил, тоже не отвечает. А без нее-то что мы здесь? Мы никто. А земля хорошая. Земля, да, мягкая. Земля очень хорошая. А это еще благодаря брату Никите, что он тут малинник весь убрал. Ага, ну слава Богу. Ты знаешь, вот я говорю китайцам, да, это, у них бы пальчиками все-все-все-все это разработали, у них бы не пропадала земля, как у нас. Столько у нас земли пропадает, да? Да, не говорите, Надежда Васильевна. Это ты пока какой огород громадный, что там не вспахали, а зря не вспахали, надо было вспахать. Нет, там... На тот год легче было бы. Ну это понятно, но ему там не очень удобно было бы, я уж не стал. А развернуться негде, да? Угу. Ладно, Бог, помощь вам. Ну давай, чуть-чуть. Угу. Вот так вот, в это тоже все надо будет скосить. Тут все растет очень быстро, особенно когда идут дожди и солнышко пригрывает. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Иначе уехали в Мамонтово, там, в прокуратуру отдавать документы о том, что сейчас уже лагерь станет, будет называться музеем. Вот, чтобы уже официальный статус был, чтобы его не трогали. Слава Богу за все. Аллилуйя.